Позвольте тогда открыть сегодняшнюю конференцию русско-посвященную лечению меланомы. И я не буду, так сказать, долго занимать ваше внимание прелюдией. И попробую в своем докладе обобщить то, что, на мой взгляд, было в 2018 году, те основные моменты, и, как бы, может быть, какие-то вещи обсудить, которые, как мне кажется, представляют собой интерес клинический в первую очередь, потому что я в первую очередь именно клиницист, врач, который каждый день видит пациентов с разными опухолями, в том числе и меланомой, и попробовать обрисовать свое видение механизма принятия решений при назначении той или иной терапии у пациентов с меланомой. Понятно, что я химиотерапевт, за хирургию мне говорить, естественно, трудно, и я этой темой коснусь буквально вскользь, но то, что касается лекарственного, лечения, я постараюсь максимально подробно это осветить. Ну, что у нас произошло в 2018 году и вот что в 2019 году. Вот 8 лет, которые произошли, меланома просто развивается невероятно бурно. Из отсутствия всего, из отсутствия реального лечения, сегодня меланома одна из самых, можно сказать, курабельных, наверное, болезней, которые только есть. Мы сегодня и переживаем изменения классификации ТНМ, что очень важно, потому что это нам даст новое понимание распространенности процесса, который, естественно, отражается на успехи, которые могут быть в лечении. Конечно, огромные успехи в терапии бравмутированной меланомы. Иммунотерапия современная началась как раз с меланомы. Адювантная терапия. Вот 2018 год, конечно, стал годом понимания адювантной терапии. В 2017 году были основные доклады сделаны, но в 2018 году мы еще больше получили информацию об этом. Биопсия строжевого лимфоузла, подход к лимфоденоктомии. Но, в общем, наверное, такие вот прорывы, которые каждый год у нас происходили, наверное, сейчас их будет меньше. И самое главное, это, конечно, поиск оптимальных маркеров и индивидуализация лечения пациента. Это, я думаю, сейчас будет выходить на первый план. Я думаю, еще очень много будет конференций, посвященных именно подбору индивидуальной терапии для каждого конкретного больного. Еще раз остановлюсь, я уже много раз показывал этот слайд, что меланома – это группа разных абсолютно болезней. И в зависимости от ее локализации, в первую очередь, в зависимости от молекулярно-генетических маркеров. И она, естественно, имеет разную частоту встречаемости, разные мутации, разная нагрузка мутациями, так называемый мутационный индекс. Наиболее, конечно, мутированная меланома и наиболее, соответственно, иммунно подлежащей терапии – это брав-немутированная меланома кожи. Потом, наверное, идет брав-мутированная меланома, но и те виды меланомы, которые развиваются в узких местах, допустим, меланома глаза или меланома слизистых, там наименьшее количество мутаций, здесь роль иммунотерапии, конечно, она снижается в силу объективных причин, потому что иммунотерапия, конечно, зависит от мутационного статуса. Нельзя не коснуться, конечно, демографии. Я специально внимательно изучил то, что у нас происходило 10 лет назад и в 2017 год. В 2018 год еще нет, но я очень хочу остановиться именно на демографических цифрах. Мне они кажутся очень важными. Мы имеем значительный рост количества больных меланомой. Посмотрите, в 2007 году в Российской Федерации, при том, что количество людей практически не увеличилось, за исключением небольшого добавления Крыма, было 7700 пациентов с меланомой, а в 2017 уже 11 тысяч больных с меланомой. Грубый прирост составил аж 44% впервые заболевших. Вот грубая заболеваемость плюс 40%, но это опять-таки с учетом некоторого роста населения, а стандартизованная заболеваемость плюс 25%. Это одна из самых бурно увеличивающихся опухолей человека, который вот в России на сегодняшний день есть. Ну, а теперь посмотрим смертность. Мы видим, что смертность в целом, она несколько выросла, если мы говорим о грубой, показателях грубой смертности, но показатели стандартизованной смертности остаются, в общем-то, на том же уровне. То есть, можем сказать, что да, несмотря на то, что каких-то выдающихся, может быть, в нашей стране конкретно прорывов не было, тем не менее, мы, наверное, несколько лучше лечим больных сегодня, чем это было в 2007 году, несмотря на отсутствие, может быть, доступа идеального к препаратам и так далее. Тем не менее, есть как минимум стабилизация смертности. И что я еще хочу обратить внимание, на средний возраст заболевших, он несколько вырос. То есть, это, наверное, отражает и количество, большее число пожилых людей, которые заболевают меланомой. Немножко дольше живут россияне, немножко увеличивается средний возраст, он скорее двигается в ту сторону, как это происходит в западных странах. Чем дольше люди живут, чем больше частота меланомы, тем выше средний возраст. Ну, посмотрите, вот здесь вот дельта, она где-то чуть более двух лет разница произошла за 10 лет в заболеваемости. Но если мы посмотрим дельту в среднем возрасте умерших, то она составляет 4 года. Это тоже, мне кажется, важный момент, потому что вот эта увеличивающаяся дельта в среднем возрасте смертности, возможно, связана с терапией. То есть, сегодня те пациенты, которые раньше умирали очень быстро, сегодня имеют шансы прожить дольше, и поэтому несколько откладывается средний возраст смерти. То есть, это опять-таки отражение позитивного тренда в улучшении качества лечения. Если же мы сравним нашу заболеваемость и смертность по сравнению с Соединенными Штатами Америки, то мы, конечно, пока, слава Богу, отстаем от заболеваемости в США, причем практически в 6 раз. И у нас, опять-таки, есть инверсия в половом составе. У нас женщины болеют чаще, когда на самом деле, так сказать, в развитых странах болеют чаще мужчины. Самый высокий риск заболеть меланомой в США – это после 70 лет, у нас все-таки это меньше. И самое интересное, что и смертность от меланомы, если мы берем на 100 тысяч населения, то в России она ниже, чем в США, при том, что у нас в целом пациенты более запущены. Но это, конечно, связано с огромным количеством меланомы вообще в Соединенных Штатах Америки. То есть это речь идет о белом, конечно, населении, потому что меланома – это болезнь, в первую очередь, пациентов и людей с белым цветом кожи. Но, тем не менее, рост за 10 лет на 25% – это говорит о том, что мы на всех парах движемся к модели западного образа жизни, чаще загораем, и от этого риск заболеть меланомой, конечно, повышается. Ну, а так как у нас пациенты более молодые, то у нас, естественно, более высока доля пациентов с брав-мутированной меланомой, которые, конечно, более агрессивны, более продвинутые стадии, и, конечно, лечить их более тяжело, чем пациентов с брав-мутированной меланомой у пожилых. Изменения в стадировании, которые вот с этого года пришли, я не знаю, кто перешел уже на эту классификацию или будем постепенно переходить. Тем не менее, это очень важные изменения, потому что изменилась группировка стадий, как минимум вот в третьей стадии, ну, там еще и другие изменения, но наиболее важные – это, конечно, в третьей стадии. И если вот мы посмотрим, допустим, то, что раньше было третьей А стадии, это опухоль Т4 и Н1, то сегодня это перекочевало в третью С стадию. И это очень важно, потому что от толщины меланомы в большей степени зависит даже прогноз, чем от наличия вовлечения микроскопических лимфатических узлов. То, что мы видим, вторая Б, вторая С стадия сегодня имеет прогноз, в общем-то, ненамного лучший, а зачастую иногда даже хуже, чем при третьей стадии. Это зависит от толщины опухоли, от ее возможности именно гематогенного метастазирования. И от этого, собственно, пациенты и умирают. Поэтому вот эта вот реклассификация с более углубленным пониманием, так сказать, биологии болезни, отражает именно суть, так сказать, прогноза этих больных. И вот, собственно, выживаемость изменилась, если мы реклассифицируем стадии. То есть мы видим сегодня третью Д, это наиболее запущенных больных с толстой меланомой, с массивным вовлечением лимфатических узлов. И наоборот, более тонкие меланомы даже при наличии метастазов в лимфатические узлы имеют сегодня лучший прогноз как пятилетней, так и десятилетней выживаемости. Хирургическое лечение – тоже важный аспект. Я остановлюсь буквально кратко. Раньше при наличии метастазов в торжевые лимфатические узлы дальше следовала одномоментная лимфоденоктомия. Исследования показали, что, в общем-то, даже при вовлечении из торжевых лимфатических узлов не обязательно делать тотальную лимфоденоктомию, потому что, конечно, это зачастую сопряжено с морбидностью. Тем не менее, полностью от этого отказываться нельзя, потому что есть группы больных, которым нельзя не сделать лимфоденоктомию, потому что, если нет возможности наблюдения за пациентом, регулярно проводить УЗИ, если есть страх пациента, большой объем пораженных торжевых лимфатических узлов. Поэтому, конечно, здесь лучше, наверное, сделать полную лимфоденоктомию. Это сопряжено с увеличением морбидности, но это не ухудшает выживаемость у этих больных. Посмотрим на эту проблему именно так. Ну и, наверное, самый большой блок из моего доклада – это то, что касается адювантной терапии. Вообще, зачем нужна адювантная терапия? Мы видим, кривые выживаемости у больных с третьей стадии, они недостаточно хороши. Прямо скажем, больные прогрессируют и потом, к сожалению, умирают. Поэтому нужно обязательно снизить риск и локального, и локорегионального прогрессирования, уменьшить количество отдаленных метастазов и тем самым, естественно, увеличить общую выживаемость. Вот если мы посмотрим цифры выживаемости больных в зависимости от стадии по седьмой классификации, мы видим, что третья – 68%, 42% и 25% соответственно, 3А, 3Б, 3С – десятилетняя выживаемость, то вот по восьмой классификации опять-таки даже пациенты с третьей стадии, где очень тонкая меланома, но при этом есть микроскопическое поражение, тем не менее не все из них выздоравливают далеко, а пациенты с большой опухолевой массой имеют вообще очень плохую выживаемость. Ну, что надо сказать, что эра интерферона, на мой взгляд, и я не устаю это говорить из наших всех совещаний, на мой взгляд, она закончилась. Хватит уже лечить интерфероном, потому что это малоэффективно, это токсично, и сегодня есть другие опции, которые нам позволяют лечить пациентов гораздо лучше. Основные позитивные исследования, вот собранные на этом слайде, это исследования с неволумабом против эпилемумаба, исследования пембролизумаба против плацебо, исследования таргетной терапии против плацебо. Это все у пациентов либо с третьей стадии, либо с так называемой четвертой удаленной стадией. Ну, перед этим было еще одно позитивное исследование, которое было прологом к этой работе, это эпилемумаб против плацебо, где также было показано 10% увеличение как выживаемости без прогрессирования, так и увеличение общей выживаемости. Остаемся на каждом из этих исследований. Вот если мы возьмем пембролизумаб, мы видим, что есть увеличение безрецидивной выживаемости к полутора годам, это плюс дельта составляет 18%. Это очень существенная цифра. И мы видим, что потихонечку начинает появляться плата. Если мы посмотрим, в зависимости от стадии процесса, третья А или третья Б или третья С, мы видим, конечно, при каждой последующей стадии вероятность прогрессирования выше, но тем не менее дельта позитивности по сравнению с плацебо, она сохраняется во всех группах. 13%, 16%, 21%. То есть мы видим, что с увеличением стадии увеличивается эффективность профилактической иммунотерапии. Она активна по сравнению с плацебо и у больных с мутацией БРАВ, и без мутации БРАВ. Мы видим, что дельта приблизительно одинаковая, то есть мы видим, что эффективно и в той, и в другой группе может быть назначена и тем, и другим пациентам. Если мы посмотрим исследование с неволумабом против эпилемумаба, это исследование, здесь немножко сдвинута рамка включения больных. Это пациенты с более продвинутой меланомой, третья Б, третья С, и четвертая удаленная стадия. Здесь не было группы плацебо, но был эпилемумаб, который занимает некое промежуточное место между плацебо и антипедиадин терапией. Мы видим, что опять-таки к двум годам мы видим снижение риска прогрессирования на 13%, если мы берем общую группу. Если мы посмотрим по подгруппам, при третьей стадии дельта 12% и 14% у больных с удаленной четвертой стадии. Еще раз подчеркну, здесь нет группы плацебо, как в группе с пембролизумабом, где дельта выше, но если мы посмотрим нумерически, то цифры, в общем-то, абсолютно одинаковые. Те же самые показатели и у больных с БРАФ мутированной меланомой, и с БРАФ не мутированной. Мы видим, что иммунотерапия в любом случае, она работает. Если мы говорим о таргетной терапии, сегодня к конце года были опубликованы данные четырехлетнего наблюдения, что очень важно. И мы посмотрим на вот эти две кривые, мы видим, что сохраняется позитивный эффект от одного года адювантной таргетной терапии у больных с третьей стадией БРАФ мутированной меланомой. И на всю группу разница в выживаемости без прогрессирования составляет 16%. Есть разница и в общей выживаемости к трем годам. Это несмотря на то, что подавляющее большинство больных получили в последующем при прогрессировании тот или иной вариант терапии. Общая выживаемость является ключевым пунктом, доказывающим эффективность любой терапии. И в данном случае мы уже имеем убедительные данные об увеличении общей выживаемости почти на 10%, что мы спасаем каждого десятого больного, если мы назначаем адювантную таргетную терапию. Если мы посмотрим, вот я хочу именно обратить внимание на вот этот слайд, именно пациенты с продвинутой третьей стадией, третьей Б и третьей С стадии. Вот желтая кривая. Это, что называется, биологическое течение третьей стадии бравмутированной меланомы. В первый год, это плацебо-группа, в первый год прогрессирует 49%, то есть половина больных сразу прогрессирует очень рано. Во второй год еще 12%, а вот потом эти больные перестают прогрессировать. То есть мы говорим о том, что больные с бравмутированной меланомой, если они не спрогрессировали в течение двух, ну максимум трех лет, в дальнейшем они не прогрессируют. Грубо говоря, вот 34% больных, каждый третий, возможно, и не нуждается в адювантной терапии, просто биологически это быстрая агрессивная опухоль, которая прогрессирует рано. Если мы назначаем один год таргетной терапии, то на фоне терапии прогрессирует очень небольшой процент больных, всего 14%, после отмены минус 23%. Но дальше самое интересное, что в третий, в четвертый год от начала терапии или уже через год после ее завершения количество прогрессирующих больных больше, чем в группе плацебо. Если здесь 4%, то здесь 9%, если здесь 3%, то здесь 1%. О чем это говорит? О том, что мы не излечиваем часть больных, как бы нам хотелось адювантной таргетной терапии. Мы откладываем прогрессирование на потом у большинства в первый год после завершения и у какой-то части во второй, а потом даже немножко и в третий. То есть, да, дельта сохраняется, вот эти 17%, которые, возможно, излечены, это биологически хорошие больные, но тем не менее у части больных мы просто откладываем прогрессирование. Это тоже важно, но, к сожалению, возможно, один год это недостаточно для этих пациентов. Если мы пересчитаем на новую классификацию, да, и посмотрим новую классификацию третьей стадии, то мы увидим, что в третьей А стадии дельта очень небольшая третья А по новой, по восьмой классификации, а вот третья Б, третья С и третья Д стадия эффективность адювантной таргетной терапии существенная и находится в районе где-то 20%. То есть каждый пятый больной не прогрессирует благодаря проведению адювантной таргетной терапии. И если мы сравним иммунотерапию и таргетную терапию, мы видим, что для БРАФ мутированной больных к двум годам дельта составляет 15%, для иммунотерапии дельта составляет 13%, но это БРАФ мутированный и БРАФ не мутированный. Но если мы посмотрим на графики, БРАФ мутированный и БРАФ не мутированный идут приблизительно одинаково, то мы увидим, что близко по эффективности. Может быть, таргетная терапия чуть более эффективна в начале, но потом мы понимаем, что будет некоторое ухудшение. То же самое касается и третьей Б стадии. Мы видим опять-таки в два года разница таргетной терапии дельта несколько лучше, чем иммунотерапия, но в дальнейшем идет снижение. И то же самое касается третьей стадии. Третий С. в первый год дельта 21% и 27% для БРАФ мутированной меланомы, но в дальнейшем она начинает съеживаться для иммунотерапии. Мы надеемся, что не будет вот этого снижения графики, потому что иммунотерапия все-таки имеет иной механизм действия и года лечения, наверное, эффективного лечения для иммунотерапии будет достаточно. Мы, естественно, не могли не включить вот имеющиеся научные данные и самое главное, что регистрационные изменения в лекарствах. И на этом год уже, я надеюсь, мы будем этим пользоваться в рамках нашей рутинной практики. Понятно, дорого, понятно, что непросто, тем не менее, надо пытаться к этому идти, потому что не лечить этих больных сегодня в адюванте или назначать им интерферон, это, наверное, категорически неправильно. Сегодня вопрос об эффективности уже просто не стоит. Таким образом, что мы сегодня имеем для адювантной терапии. Брав мутированная меланома может использоваться как таргетная терапия, так и иммунотерапия. При немутированном варианте это адювантная антипеди и иммунотерапия. Равноэффективно и ниволумаб, и пембролизумаб. При проведении адювантной иммунотерапии у 30-35% пациентов мы видим, сразу же идет прогрессирование. То есть, они не иммунозависимы. Как сегодня выделить этих больных, мы не знаем. И самое главное, если они брав не мутированные, что с ними потом делать? Какое лечение проводить, если мы увидели иммунно-нечувствительность с брав не мутированной меланомой на фоне проведения адюванта? Что остается? Химиотерапия, эпилемумаб. Эпилемумаб слабее, токсичнее, дороже. Насколько химиотерапия малоэффективна? То есть, это несколько тупиковые ситуации для клиницистов, и мы все с ней обязательно столкнемся. Поэтому здесь не так все однозначно, как иногда хотелось бы. Ну и токсичность терапии неоднозначна. Иммунотерапия менее токсична, она таргетная терапия, она более токсична, до 25% больных продолжает лечение. Ну вот, и я попробовал сформулировать свои собственные мысли, если у меня есть пациент с брав мутированной меланомой, что очень часто в третьей стадии, как вот поступить, выбрать из тех опций, которые есть. Вот просто взял и посчитал цифры. Вот если мы берем одювантную таргетную терапию, это только один год, это не бесконечная терапия, это пока сегодня один год, и мы спасаем приблизительно 20% больных. К трем годам от начала лечения в ремиссии будет где-то 54% больных. Значит, все пациенты, которые получали одювантную терапию и спрогрессируют, и как бы не спрогрессируют, если они ее закончили, должны, на мой взгляд, проходить крайне тщательное обследование с тем, чтобы потом опрогрессирование случится приблизительно у 46% больных, для них есть терапия спасения. И эта терапия спасения может быть либо моноиммунотерапией, либо может быть еще лучше комбинированной иммунотерапией. И в этом случае мы все-таки можем спасти 25-30% больных. И опять-таки эта терапия не бесконечная, как если мы рассматриваем, допустим, таргетную терапию по поводу метастатической бравмутированной меланомы, если пациент отреагировал. Значит, комбинированная иммунотерапия, еще раз повторю, не длится вечно. И еще интересный момент, если прогрессирование случилось, то у нас остается опция ретритмента, опять таргетной терапии, то есть у нас сохраняются опции лечения. Таким образом, вот в продвинутой бравмутированной меланоме чисто теоретически мы можем спасти 70% больных. Это очень немаленькая цифра. Если мы посмотрим, что есть биологические, то это где-то только 34% больных, то есть только треть не нуждается реально в одеванте, они не просто не прогрессируют после хирургического лечения, значит, мы спасаем еще точно такую же цифру пациентов, если мы адекватно рассчитаем наши силы и подойдем к этому делу грамотно. Значит, понятно, что токсичность выше, но она полностью обратима, если она заканчивается терапией, а так как она длится не бесконечно, то понятно, что она закончится. И эффективность таргетной терапии, в одевантной терапии действительно, наверное, вероятно выше, потому что объем опухолевой массы у этих больных действительно меньше. Теперь перейдем к метастатической меланоме. Ну, понятно, что вот эти графики выживаемости на сегодняшний день, когда в среднем три года живет половина больных, если эффективно этих больных лечить, это недостижимые графики еще там 5-6-7 лет тому назад. 8 лет назад медиана выживаемости больного с метастатической меланомой было 8-9 месяцев. То есть это были вообще совершенно ужасающие цифры, немножко лучше, чем рак поджелудочной железы. Ипилимумаб, набивший оскобину слайд о том, что больные, которые отреагировали на иммунотерапию, в дальнейшем скорее всего не прогрессируют и живут долго и счастливо. И наша цель достичь ремиссии у этих больных и дальше эти больные не прогрессируют. То есть сегодня основными суррогатными маркерами эффективности иммунотерапии является процент ответов и чем лучше ответ, тем лучше полный или почти полный и дальше если он случился, то шансов на прогрессирование этих больных немного. И это можно увидеть по данным антипедиадин терапии. Мы видим, что медиана общей выживаемости по первым исследованиям превысила в районе находится двух лет, но самое главное, что пациенты выходят на плату. Если мы посмотрим и сравним эффективность пембролизумаба против эпилемумаба, то мы увидим, что треть больных, где-то 30%, которые получают монотерапию антипедиадин препаратом, в данном случае пембролизумаб, не прогрессируют в районе трех лет. И как вычислить этих больных? Это серьезный вопрос, я к этому еще вернусь. И мне кажется, что PD-L1 экспрессия является один из тех важнейших суррогатных маркеров, которые определяют потенциальную чувствительность к монотерапии антипедиадин препарата. Мы видим, чем выше экспрессия PD-L1, тем больше шансов получить ответ. Если пациенты вышли в полный ответ, мы видим блестящие результаты их выживаемости, они практически не прогрессируют. И если мы посмотрим факторы риска недостижения полного ответа либо почти полного ответа, какие это факторы риска, это тоже, когда мы выбираем терапию, мы должны себе представить, а что будет с больным, каковы шансы его выйти в полный ответ и соответственно дальше жить. И мы видим, что основными факторами и риска является ЛДГ, всего 8% больных с высоким ЛДГ выходит в полный ответ. Это мутация генобрав. К сожалению, только 10% больных на монотерапии выходит в полный ответ. Предшествующий брав ингибитор, то есть иммунотерапию лучше использовать в первой линии, значит использование брав ингибиторов снижает потенциал иммунотерапии. Нет экспрессии эпидели, то есть биологический маркер сегодня там говорит о том, есть шанс выйти в полный ответ на монотерапию антипеди или нет. И вовлечение печени. Почему печени сказать трудно, но тем не менее только 8% больных с метастатическим поражением печени имеют шансы выйти в полный ответ и жить, как я уже показал, долго и счастливо. И вот в зависимости опять-таки от объема опухолевой массы мы видим, что факторами риска для монотерапии антипедиадин препаратами является наличие мутации брав, высокий уровень ЛДГ, большой объем опухолевой массы, педель негативный статус и метастатическое поражение печени. Очень похожие графики и на ниволумабе. Не будем на них останавливаться, потому что они практически полностью совпадают с графиками пембролизумаба, как и по частоте общих ответов, так и по выживаемости. Опять-таки, можем сказать, у больных с полным ответом блестящие шансы на длительную и продолжительную жизнь. Из чего мы делаем вывод? Наша цель полный или почти полный ответ. Не достигли полного ответа, вероятность без прогрессирования к трем годам всего 20%. При полном ответе практически 90%. То есть 9 из 10 больных живут и не прогрессируют. Комбинированная иммунотерапия. Еще один огромный шаг вперед. И мы видим, что здесь удалось двинуть даже такой ригидный показатель, как выживаемость без прогрессирования, который, в общем-то, не отражает суть иммунотерапии. Для иммунотерапии важнее всего является частота ответов и количество полных или частичных, почти полных ответов. Мы видим, что в целом общая выживаемость, и мы сегодня оперируем уже данными четырехлетними, то есть больше половины больных живут более четырех лет, если им проводится комбинированная иммунотерапия. Абсолютно фантастические цифры, которые, ну, я не думаю, что мы там лет шесть или семь назад могли вообще обсуждать подобные цифры для этой болезни вообще. Выживаемость без прогрессирования. Вот это ключевой пункт. 37% больных, получивших лечение, комбинированную иммунотерапию, не прогрессируют вовсе. Излечены ли эти люди? Я не могу ответить на этот вопрос, но судя по графику эпилемумаба, возможно, так и будет. Треть больных на монотерапии и 10% на эпилемумабе. В зависимости от мутации БРАФ. Что интересно, что пациенты с БРАФ-мутацией имеют лучшую общую выживаемость по сравнению с пациентами, которые БРАФ не мутированы. Конечно, это за счет того, что у них есть еще одна опция эффективной терапии, это опция таргетной терапии. Но в целом мы видим, что графики очень похожи за тем лишь исключением, что БРАФ-мутированная меланома по всей видимости в большей степени нуждается в комбинации, чем БРАФ-не-мутированная меланома. В зависимости от уровня ЛДГ мы видим вот эти удивительные ступеньки. Если это ЛДГ меньше нормы или в норме, видим очень высокую эффективность как комбинации, так и монотерапии при ЛДГ выше нормы. Это снижается при ЛДГ более двух норм, эпилемумаб вообще неэффективен, а эффективность монотерапии анти-ПД-1 препаратом всего 10%. То есть, опять-таки, для этих больных оставлять опцию монотерапии представляется малозначимым, скажем так. У тех пациентов, у которых далось добиться полного ответа или частичного ответа, у них большие шансы на то, что этот ответ будет длиться долго и терапия будет реально эффективна. Интересно, что при частичном ответе больше шансов прожить дольше на комбинации, а при полном на монотерапии. Что это такое? Как объяснить этот график? Вот эту вот разницу, что Ниволумаб несколько лучше, чем ИПИ-Нива, если полный ответ, а ИПИ-Нива лучше, чем Нива при частичном ответе, я это не очень понимаю. Тем не менее, вот как бы разница некоторая есть, но если мы сложим полный и частичный ответ, это увидим, что процент больных достигших полных и частичных ответов на комбинации выше, чем на монотерапии. И что еще один важный момент, что после получения комбинированной терапии почти две трети больных не получают в дальнейшем вообще никакой терапии, потому что они в ней не нуждаются. И тогда остается другой вопрос. А что экономически более выгодно? Лечить много раз больного, и он потом умрет? Или один раз выложиться, вылечить человека или вылечить две трети из них, и потом больше не тратить никакие деньги, и это будут живущие люди. Поэтому, когда говорят про экономику ситуации, говорят, что пельбумап страшно дорог, токсичность очень дорого, курировать, это все правильно. Но это все правильно с точки зрения сиюминутности. Если мы берем с точки зрения длительности жизни и шанса человека на жизнь, то возможно, с учетом того, что почти 60% получивших и пенива никакой другой терапии потом не получат, или получивших комбинацию антипидии плюс антисетилей-4 препарата, потому что я думаю, что со временем будет не только комбинация пенива, но и будут другие комбинации, мы увидим, что может быть экономически-то это существенно лучше, чем последовательно лечить человека, а потом он все равно погибнет. Для брав мутированной меланомы добавилась еще одна опция в мире, в России ее пока нет, это опция энкарафениб и бинеметениб, цифры похожи, но мы видим увеличение общей выживаемости, с чем это связано, это связано с большей эффективностью этой комбинации, на мой взгляд, нет, просто это более ранние исследования, меньший процент больных на стандартных привычных нам доброфенибе, траметенибе или веморфенибе, копиметенибе получали последующие терапии, потому что к ней было меньше доступа, мы участвовали вот в этих трех исследованиях, и просто у нас очень мало больных реально получили какую-то последующую линию терапии, кроме химиотерапии, которая малоэффективна, здесь же последующие терапии получили большинство, и уровень ЛДГ в этих исследованиях повышенный был меньше, чем у больных, которые были вот в более ранних исследованиях, поэтому нельзя сказать, что эта комбинация эффективнее, чем то, к чему мы на сегодняшний день привыкли. Ну и вот графики общей выживаемости, мы видим, что они очень неплохие, но, конечно, здесь надо понимать, что общая выживаемость это суммация всей терапии, в том числе и возможной последующей иммунотерапии. Так вот, какую терапию выбрать при метастатической бравмутированной или немутированной мелом? Вот какие мы имеем цифры, да, вот если дикий тип, неволумаб, частота ответов 47%, четырехлетняя выживаемость без прогрессирования 34%, пембролизумаб, практически те же самые цифры ответов, и, соответственно, это обязательно транслируется в такие же точно цифры выживаемости без прогрессирования. То есть, каждого третьего больного с диким типом брав меланомы, мы имеем шанс, по сути дела, ну, наверное, вылечить, не побоюсь этого нескромного слова. Если это эпениво, 35%, 35-34, приблизительно то же самое. поэтому здесь опция монотерапии практически такая же, как и комбинированной иммунотерапии. Если же мы говорим о брав мутированной меланомы, у нас две опции, антибрав и иммунотерапия. Что у нас есть? Какие здесь цифры? Частота ответов. Мы видим, что наибольшая она это таргетная терапия и комбинация эпениво. Но что самое важное, что выживаемость без прогрессирования, то есть это те пациенты, которые не прогрессируют и которые живут и как бы по сути как выздоровевшие люди. Сегодня у нас нет данных по 4-5-летней выживаемости на комбинированной терапии. Они в районе где-то в целом по таким репортам устным и так далее находятся в районе где-то 10-15% на монотерапии неволумабом для брав мутированной меланомы это где-то 22% и 39% для комбинированной иммунотерапии. Мы видим, что, конечно, польза от комбинации наибольшая именно в брав мутированной меланомии. Когда перед нами стоит выбор, что делать, то, наверное, именно эта подгруппа больных больше всего нуждается в комбинации. Ну и вот в зависимости от ЛДГ опять-таки еще один фактор риска помимо брав мутации. Мы видим, что комбинированная терапия имеет больше шансов на трехлетнюю выживаемость без прогрессирования по сравнению с моно-иммунотерапией. То есть, опять-таки, если мы видим больного с высоким уровнем ЛДГ живут, к сожалению, очень плохо. Еще раз про педиэлиэкспрессию, которая, к сожалению, сегодня пока не обязательно для принятия решения. Я надеюсь, и я очень хотел бы, чтобы эта ситуация поменялась. Это картинки, которые мне предоставил Никита Александрович Савелов из нашей лаборатории. Вот это, так называемый, паттерн взаимодействия опухоли и иммунной системы. Он отличается от того, что мы видим у больных с, допустим, немалкоклеточным раком легкого или с почечно-клеточным раком или с уротелиальным раком. Мы видим, как на первой картинке ПДЛ-позитивный инфильтрат находится во фронте инвазии. Лимфоциты видят опухоль, встречают, но опухоль отключает их и их подтолкнуть антипедиадинтерапией и, возможно, опухоль будет атакован с лимфоцитами и, может быть, будет побеждена. Еще один вариант, когда иммунные фолликулы находятся внутри опухоли и они опять-таки ее видят. И в обоих случаях лимфоциты пришли на войну и наша задача помочь им распознать опухоль. Я нарисовал еще один раз, я это уже много раз рисовал, но еще раз решил нарисовать мой выбор на сегодняшний день тактики лечения пациентов с метастатической меланомой. Если мы имеем брав дикий тип ПДЛ-1 статус, это мое мнение, я еще раз повторяю, я не мы не это не нет в гидлайнах, нет в рекомендациях, пока, может, хорошо, может, и нет, не знаю, но я бы сделал бы определение ПДЛ-1 статуса. Если ПДЛ-1 позитивная больная, нет высокого ЛДГ, нет поражения печени, оправдано проведение монотерапии анти-ПД-1 препаратом. Подчеркну, при наличии доступа ко всем опциям лечения, вторая линия, соответственно, может быть комбо или химиотерапия. Если же пациент из группы, скажем так, высокого риска, ПДЛ-1 негативный опухоль, повышение ЛДГ или поражение печени, то есть любой из этих неблагоприятных признаков, тогда, наверное, имеет смысл идти в качестве первой линии на комбинированную иммунотерапию. Для брав мутированной меланомы, если мы говорим о малосимптомном процессе, то это комбинированная иммунотерапия, то есть там, где мы не боимся опоздать с ответом. Если симптомный, выраженный, агрессивный процесс, то это комбинированная таргетная терапия. Ну и следующая линия, соответственно, вайс-верса, то есть наоборот, в зависимости, если пациент спрогрессировал, значит следующий вариант тот, который не был использован. Ну и, конечно, монотерапия у больных с брав мутированной меланомой тоже имеет право на жизнь, но опять-таки это больные, у которых ЛДГ не выше нормы, нет балки, ну и, возможно, пациенты определенного преклонного возраста. Если же мы имеем отсутствие доступа, например, к эпилемумабу, то картинка немного проще. Это монотерапия при прогрессировании, тоже вариант, наверное, монотерапии или химиотерапии. Для брав мутированной меланомы, опять-таки, это монотерапия, или комбинированный таргет, и, наоборот, в зависимости от того, что использовалось ранее. Таким образом, что в 2018 году? Мы все больше себе отдаем, конечно, отчет, что меланома это курабельная болезнь. И чем лучше понимание биологии болезни, и из этого развивается, как говорится, наша практика. Чем лучше мы разбираемся в биологии, я надеюсь, мы сможем подобрать более эффективную терапию. Сегодня есть эффективная терапия третьей стадии, адювантная. Не все больные, понятно, будут излечены, тем не менее, результат может быть драматически лучше, чем то, что было раньше. Очень нужна адювантная терапия второй стадии. Метастатическая меланома требует, можно спасти, и медиана общей выживаемости три года сегодня, по сути дела, стала нормой. Ну и, конечно, идет интенсивный поиск факторов прогноза, как при третьей стадии, так и при метастатической меланоме. И сегодня даже пациенты с метастатическим поражением головного мозга теперь не рассматриваются как инкурабельными. Спасибо за внимание.